Низкая заработная плата, нехватка кадров на местах, недостаточный уровень информатизации сельских территорий. Такие вопросы в Верхней Палате Российского Парламента в Москве обсудили участники встречи с представителями регионов страны. Наталья Сазонова продолжит тему. Обсудить проблемы тружеников социальной сферы села прибыли в Москву представители всех регионов России. Республику Саха представляли Анастасия Сухонина из Уссалданского улуса и Анна Пахомова из Чурабчи. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что государством принимаются меры, направленные на комплексное развитие сельских территорий. Успешно реализуется ряд программ, принятых в разные годы, по регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Но вместе с тем остаются проблемы, требующие решения как на федеральном, так и на региональном уровне. В своих выступлениях именно о проблемах и говорили участники встречи. Это и о низкой заработной плате, и о кадровом обеспечении, и об информатизации сельских территорий. У меня огромные, большие, очень эмоциональные впечатления. Это проводится, по-моему, первый раз. Я многое узнала интересного. Здесь собрались работники здравоохранения со всей сферы. Ну, оптимизация, она себя не оправдала, что они будут сохранять участковые больницы, сохранять койки места. Это очень важно при наших условиях климатических. Сказали, что будет еще программа «Земский фельдшер». Будут развиваться интернет-связи, которые у нас в селах нету, и телемедицина. Вот это самые важные, ну, наиболее важные такие моменты нашей работы. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.